Музыка 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 Каждый из нас понимает, нельзя спеть или сыграть судьбу на бис. Рядко кому удается умно срежиссировать ее и не превратить в море сует. Часто люди, посвятившие себя искусству, сгорают в его пламени. Им не хватает сил талантливо прожить собственную жизнь. Кому, как не им, овладевшим тайнами творчества, перенести это в мир? Ведь искусство когда-то и было рождено с единственной целью – научить человека искусству жить. В этом фильме мы хотим рассказать о педагоге европейского масштаба Ольге Григорьевне Орловой, уникальным образом сохранившей все бесценное в истории пианизма. Валентина Сильвестрова Невольно как-то ассоциируется у меня с ювелеем такого выдающегося педагога, как Ольга Григорьевна Орлова. Ее имя, конечно, для меня – это олицетворение целого пласта украинской фортепианной культуры, вообще украинской школы фортепианного искусства. Всю свою жизнь, в которой я работаю в училище, я учусь у всех коллег. И рядом со мной по сей день идет совершеннейший бриллиант, талантливейший человек. Когда я говорю имя Ольга Григорьевна Орлова, мне хочется сразу встать и низко поклониться, потому что это человек-легенда, это человек энциклопедических знаний. От нее исходит всегда больше, чем 220 вольт. Это зашкаливает. Я сегодня должна говорить об Ольге Григорьевне Орловой. Это сложная задача. Не потому что я нахожусь в каких-то рамках, эта тема неисчерпаема, а потому что мне кажется, что о ней говорить нужно иметь моральное и профессиональное право. Я не скажу с преувеличением, что речь идет о выдающемся педагоге, музыканте и пианистке. Это личность, которая своим отношением к своему делу, пожалуй, всегда была примером для тех, кто хорошо знал ее, ее учеников. Это класс, можно сказать, элитный, в который стремились попасть очень многие молодые музыканты для того, чтобы получить настоящее профессиональное образование. Наше дело академическое, в котором обычно не употребляют такие слова, как звезда, королева. Но я думаю, что к Ольге Григорьевне оба этих определения относятся в полной мере. Я очень благодарна судьбе за то, что в моей жизни есть такой человек, Ольга Григорьевна Орлова. Она человек удивительный, удивительный педагог, удивительный тем, что сила ее дарования, сила ее энергетики распространяется на всех ее учеников, невзирая на то, что они учились давно или они учились недавно. То, что она может вытащить из ребенка, в общем, скажем, потому что поступают в училище дети 15 лет, это величайшее искусство, это величайший дар. Жизнь без музыки была бы ошибкой. Вот если в это вдуматься, то оно так. Теперь музыка – это такое явление, которое воздействует не только на человеческую душу, она воздействует на все живое. Мое знакомство с музыкой началось в раннем детстве. Мне было 5 лет, и мамина приятельница, которая жила рядом с нами в небольшом особняке на окраине Киева, занималась очень знаменитого в то время педагога-профессора Константина Николаевича Михайловна, и подолгу упражнялась. Будучи ребенком, я часто сидела подле нее, слушалась, и в душе рождались какие-то новые чувства, доселе мне неизвестные. Она обратила внимание на мою привязанность к слушанию музыки и сказала маме, что девочку нужно обязательно учить. И взяла шефство надо мной в моем музыкальном воспитании. Я начала заниматься с профессором Михайловым и прозанималась с ним 3 года. В то время учебных заведений музыкальных специальных не было, и только в 1935 году организовалась музыкальная десятилетка. И Константин Николаевич предложил мне поступить в эту школу. Я была в четвертом классе, когда 23 сентября 1937 года отца арестовала. Вскоре пришли какие-то люди, перевернули весь дом, забрали все фотографии и все то, что их могло интересовать, поэтому у меня не осталось ни одной фотографии отца. Маму забрали тоже. Забрали в Лукьяновскую тюрьму, где она провела жутких 9 месяцев, а потом еще 10 лет в лагерях. Меня определили сначала в закрытый распределитель, а потом в детский дом. Родители мамины были в заботе, как меня вернуть обратно в Киев. Я была под Тамбовом в селе Арапово, и очень много хлопотали. И благодаря усилиям всей семьи я вернулась в Киев. Прямо из Москвы дядя приехал в детдом забирать меня. И я помню, как плакала от радости, ведь родной дом ничто и никто не заменит. Мама вернулась из тюрьмы. Через 11 лет какой-то потухшей и безжизненной, и это сказалось на всей ее дальнейшей жизни, в которой она так и не смогла найти счастье. Это было жестокое время, которое сегодня молодые не могут понять. Чтобы выжить в те голодные годы, бабушка пекла пирожки, а мы продавали их на базаре. Когда в 1941-м немцы заняли Киев, они часто устраивали облавы на людей в городе и отправляли их насильно в Германию на работы. Случайно на базаре взяли и меня и отправили в вагонах, где возят скот вместе с сотнями других украинцев в Германию. Я попала в семью немецкую, высокопоставленного какого-то чина. Благо, люди были благородного происхождения, и поэтому они очень снисходительно ко мне относились. И когда в конце войны мы все прятались в убежище во время бомбардировок, они уехали из Берлина, а меня оставили в городе, понимая, что я захочу непременно вернуться домой после войны. Так оно и произошло. Я чудом уцелела и возвратилась домой. Когда я вернулась, меня приняли мои родственники, но сразу было очень трудно устроиться и на работу, и учиться. Нужно было иметь прописку, если не было прописки, нужно было иметь работу, если работы не было. В общем, сложности были колоссальные, и кроме всего была опасность того, что могли, в общем-то, из-за того, что мы не погибли во время войны, отправить нас в лагеря. Киев в послевоенной поры очень трудно и сложно восстанавливался. Случайные работы, занятия музыкой, все это помогало выжить. Благодаря музыке я сохранила чистоту души, веру в красоту и желание творить ее. Когда я, наконец, поступила в консерваторию, а это было время очень суровое для учебы, я всецело погрузилась в занятия, отдавая любимому делу все вдохновение, весь пыл моей души. Это были хрущевские времена, когда была оттепель, и был развенчан культ сталинский, и мы решили написать на пересмотр дела Отцовского. В 1958 году мы получили полную реабилитацию, мать восстановили во всех правах, дали квартиру на бульваре Шевченко, дали пенсию, и, в общем-то, вернули нам настоящие человеческие права. Вот. С этого момента, конечно, мы уже немножко легче вдохнули, и я единственное только что, после окончания консерватории я не могла поступить в аспирантуру, потому что меня бы не приняли из-за того, чтобы я была ребенком врагов народа. И я с успехом выступаю на республиканских смотрах, еду в Москву, на Варшавский фестиваль, много езжу с гастролями по Украине, выступаю с концертами в Крыму, много сольных выступлений у меня с группой лучших солистов и инструменталистов, выпускников консерватории. Жизнь течет в напряженном ритме, ярчайшее впечатление из моей личной жизни, знакомство и роман с дипломатом. Человеком тонкой культуры, общения и воспитания. Он всю жизнь прожил в Нью-Йорке и в Женеве. Прекрасно разбирался в музыке, был галантен и изыскан во всем. О большем нельзя было и мечтать. Я была социально опасной партией. Я была антисоветчицей, а он наоборот был очень советский человек. И вся его карьера, конечно, это трагедия. И его и моя. То есть это варшавская мелодия. И мы, так сказать, свои судьбы не могли соединить. Все пришлось подавить. Но так мы на всю жизнь остались друзьями, всегда поддерживали какие-то взаимоотношения. Но это трагедия. Тогда гражданских браков не было. Понимаете? Так что... А официально я не могла за него выйти замуж, потому что он бы, конечно, погубил все свои мечты. Вот. Мало сказать, он даже был секретарем райкома комсомола Ленинского. Он уехал за границу, а я осталась здесь. Вот почему моя личная жизнь сложилась так поздно. Но она подарила мне удивительного человека Игоря Михайловича Рябова, который стал самым ярким солнцем в моей жизни. Мы встретились в филармонии. Это был тот день, который явился, так сказать, знаменательным, потому что после этого дня мы с ним уже не расставались. Вот. Ну, не знаю, какие у него были интересы ко мне, но, безусловно, они были связаны с желанием играть со мной. Вот. И мы начали играть с ним фортепианный дуэт. Это у нас ладилось. И мы сделали несколько программ, записали их на радио. Ну, и, в общем, это продолжалось с первые годы нашей жизни. Ну, если о нем говорить, то это уникальный вообще человек, потому что он обладал такими качествами, редкими. Ну, во-первых, трудолюбие до потери сознания. Это буквально. Его руки никогда не молчали. Его мысли никогда не останавливались. Он всегда учился. Учился и трудился. Он занимался по 14 часов в сутки в Москве. То есть, трудолюбие это адское. Но, помимо того, у него были дарования и рисования. Он в детстве где-то рисовал, его дядя был художником. Потом это забросил. Он не любил отдыхать. И вот однажды мы поехали на отдых в судах. И он сказал, организованный отдых это ужас, я там погибну. И взял с собой утюдник. И с тех пор он восстановил вот свои возможности и дарования и начал рисовать. После себя он оставил 500 картин. О жизни такого человека, как Ольга Григорьевна Орлова можно писать романы. Так неизмеримо много вмещает в себе ее человеческая судьба. Но главное дело ее жизни музыка. Ей она посвятила свою жизнь. Более 60 лет работы в Глиера она будила дремлющие души. Воспитывала в них творцов и музыкантов с большой буквы. Если говорить о том, что она сделала со мной, то если бы не было ее, я бы никогда в жизни не занималась музыкой. Потому что школу я успешно закончила с полным намерением заниматься математикой и совершенно не предполагала карьеры музыканта и педагога. И вот попав в ее руки, учиться было непросто. Потому что тебя ломали, тебя поворачивали, тебя лепили. И в течение нескольких лет ты чувствовал себя вот таким материалом, из которого что-то должно было получиться. Но видела, наверное, это только Ольга Григорьевна. И большего удовольствия, большего счастья, чем играть с ней вместе. А мне пришлось играть и как ученица она аккомпанировала концертом. Потом был счастливый такой случай, мы готовили концерт на ее юбилей, играли вместе с Юитой Рахманинова, упиваясь музыкой и упиваясь, так сказать, просто возможностью вот этого музицирования. На сегодняшний день это, наверное, самый молодой по духу, самый молодой сердцем педагог нашего отдела, потому что, конечно, мы все дети, по сравнению с ее мощью, с ее силой, с ее вот этой внутренней убежденностью в своем деле, убежденностью в искусстве, она никогда не говорит высокими словами. Для нее не было никогда более способных, менее способных. Были ее ученики, которых она вот по этой дороге ведет и которых она ведет к вершинам, которые кому-то достанутся, кому-то не достанутся, но тем не менее, я не знаю ни одного человека среди ее многочисленных учеников, который бы не был ей благодарен навсегда. Вот у меня особая благодарность, потому что, никогда не подозревала, что я этим буду заниматься с таким удовольствием и рядом с нею. Это большое счастье. С точки зрения Киевской фортепианной школы, Ольга Орлова эта эпоха. И вот она с нами. Ее можно встретить в училище, в коридоре и иметь право и возможность ей поклониться. Можно зайти к ней в класс и послушать чуть-чуть урока. Можно на технических зачетах, которые она ведет уже много лет, услышать пусть всем известна, но сказанное ею остается до конца. И это совершенно непреложный факт, что нужно играть не в рояль, не от рояля, а надо вынимать звук из рояля и нести в следующий звук. Вот я помню, знаете, как я впервые увидела Орлову, и вот мне было 15 лет, у меня это очень ярко, я не знала ни кто это, ни что это, я была на первом курсе училища, и я пала в малый зал на отчетный концерт. И я никогда не... Я помню, вот у меня это как кинокартинка, значит, малый зал пересекает статная, большая, высокая женщина в изумрудном костюме с такой короткой, но взбитой стрижкой, и в ней такая стать, и такая магия, и вот, знаете, все остальное становится антуражем, идет Орлова. Вот это я помню. Понимаете, в ней есть царствие. И это не поза, которую человек на себя одел. Это, понимаете, это суть. А мой профессор, которого я по консерватории, Азрансина Руссина, которую я очень ценю, и очень много во мне от нее, но она прожила жизнь близко к Ольге Григорьевне. Вот, и мне даже кажется, они в чем-то похожи. Ошанкой, аристократизмом, там, такими одухотворенностью, ну, она была, ей были свойственны вот такие моменты депрессии. И вот как-то она так сидит, я не знаю, может быть, я открываю что-то очень интимное, но вот она сидела со мной и говорит, боже мой, прошла жизнь, я ничего не сделала. Я так с таким удивлением, вы как, а кто сделал? И вот она сказала, Орлова создала школу. Орлова создала школу. У Ольги Григорьевна все свое шел в другой мир. И она вынуждена была пожертвовать своей карьеры ради того, чтобы его карьера расцвела ярко. Что в жизни и ей удалось осуществить? Действительно, ее супруг Игорь Михайлович Рябов профессор нашей Киевской консерватории, прекрасный музыкант, опять-таки воспитавший целую плеяду музыкантов, которые на сегодняшний день несут высокую марку нашего отечественного искусства за рубежом. Кроме всего прочего, чем она одарена? Она одарена талантом человечности. Она добра. Наблюдая вот много-много лет ее со стороны и общаясь с ней, я могу сказать, что она добра к окружающим. Она всегда хотела стоять как бы в тени при своей значимости, при своей харизматичности. Этот фильм лишь прикосновение к судьбе самобытного яркого дарования Орловой, сумевшей вместе с мужем Игорем Михайловичем Рябовым, великим педагогом и блестящим пианистом, создать школу, которая занимает одно из ведущих мест в украинской фортепианной педагогике второй половины 20-го, начала 21-го века. Игорь Михайлович готовка продолжает продолжает ее дело и в консерватории, и в десятилетке музыкальной, и в нашем училище. Жизнь Орловой как мамы требует совершенно отдельного повествования. Ее дочь Сабина и сын Сергей стали высокопрофессиональными пианистами, продолжив нелегкую работу деятелей. Говорить об Ольге Григорьевне как о маме это большая ответственность. Ольга Григорьевна это человек, который невзирая на всю свою публичную деятельность, педагогическую все, она наверное все-таки всю свою основную жизнь посвятила семье. Своим детям, мне, сестре. И очень львиную долю конечно она дала своей жизни отцу. Отец это для нее был кумир, это для нее был человек на педестале, человек, которому она дала себя все, можно даже сказать, включая свои какие-то карьерные претензии. Для меня она остается образцом женщины во всех отношениях, потому что она невероятно именно грациозна даже в своем сегодняшнем возрасте. Это шарм, это обаяние, это умение так сказать создать обстановку, атмосферу в доме. В заключение мне бы хотелось сказать, что конечно же та пьеска грустная, которую я начинал нашу беседу, она в общем-то не было бы и не звучало бы далее в будущем в этом грустном смысле. Почему? Если не будет изучаться наследие Ольги Григорьевны, то это будет весьма грустно. Поэтому хотелось бы пожелать в дальнейшем, чтобы музыканты именно всей своей так сказать корпорации музыкальной и пианистической все-таки потрудились и обратили внимание на достижения нашей национально-украинской и в частности киевской пианистической школы. Вот. И я думаю, что как раз почему именно корпорации? Потому что одному человеку мне, кому-то другому, еще двум-трем исследователям, музыкантам, это просто не под силу. Нужно обобщить колоссальный материал, который еще не изучен, для того, чтобы действительно уже облик Ольги Григорьевны Орловой, как современного педагога-пианиста, вот, был поучителен и представлен достойным образом в истории нашего футболевого искусства. Все остается людям. Жизнь Ольги Орловой принесла в этот мир много света, добра и красоты. Она посвятила себя музыке, а музыка подарила ей великую тайну. Жить. Мне кажется, что все в жизни прекрасно, что в каждом человеке можно найти что-то сокровенное, Божье, и быть счастливым, что ты жив, что ты дышишь, что ты понимаешь, что ты живешь, и счастье нужно находить в каждой секунде. не как ты скажешь, что ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok